Азербайджан победит в войне с Арменией Рамис Мамедов Аккейн.с, Азербайджан 29 марта 2018 года Российский Центр Анализа Стратегии и Технологии обнародовал масштабные исследования, посвященные конфликтам на Кавказе Книга, обнародованная во вторник, называется «В ожидании бури, Южный Кавказ» Как передает Аккейн.с, авторы, среди которых такие аналитики, как Макеенко, Барабанов, Ешельташ, Лавров, Лемин, Нерсисян проанализировали боевые действия на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск двухлетней давности, отметили рост военного бюджета Азербайджана, превосходство над Арменией в плане демографии В третьей главе книги аналитики описывают сценарий новой войны за корабах, отмечая, конечно же, что война нежелательна, При этом подчеркивается, что основная причина неудач азербайджанской армии в 1991-1994 годах это политическая нестабильность в стране На начальном этапе ВС Азербайджана должны с помощью авиации дальнобойных систем, точка У, ЛИНКС и так далее, поразить армянские пункты складирования тяжелого вооружения и техники Кроме того, необходимо нарушить коммуникации между Арменией и НКР Эксперты считают, что эту задачу можно успешно выполнить При этом отмечается, что армянской стороне будет легче обороняться на севере и западе НКР Иное дело, на юге, где из-за степной местности преимущество будет у азербайджанской стороны Равнины есть и возле Тер-Тре-Агдама, где расположен стратегически важный для армии Нагдамский укрепрайон Здесь эксперты прогнозируют сильные удары азербайджанской армии при мощной танковой поддержке Указывается, что вооруженные силы Азербайджана имеют возможность массированно применить высокоточное оружие, спикину лос, и ударные беспилотники В случае успешного равнинного наступления армянские силы окажутся перед перспективой глубокого охвата территории НКР Что создаст условия для потрясения всей армянской обороны